Новый указ правительства о взимании дополнительной платы вызвал бурю возмущения и массовые акции протеста по всей стране. Многие водители-дальнобойщики уже заявили, что попросту перестанут работать, если этот закон все-таки воплотят жизнь. Однако чем обернется нововведение для Анапы, им пока непонятно. На сегодняшний день Анапа насчитывает порядка 100 частных автомобилей грузоперевозчиков. Эмоции водителей можно понять, ведь теперь помимо расходов на топливо и транспортного налога, им придется платить за каждый километр пройденного пути, не говоря уж о платных участках трассы, например, таких как Москва-Воронеж. Анапский дальнобойщик Фаргас сетует, что затрат станет гораздо больше. Что это такое? Страховку подняли, обещали налоги опустить. Никто снятие налоги, никто ничего не снял. Теперь уже опять это нововведение, уже платные федеральные трассы, опять налоги не снимают. Расценок нет на перевозке. Конкуренция большая. Ну как жить дальше, просто не знаю. Однако в Министерстве транспорта считают иначе. По словам начальника управления по транспорту и связи курорта Юрия Кудрявцева, нововведение поможет региону тщательно следить за качеством дорог, а также снизит аварийность. В основном дороги страдают от тяжеловесных грузов, перевозимых. Это таких как щебень, инертные материалы, тонары большие, большой ущерб. Если посмотреть, это улучшит качество федеральных автомобильных дорог, так как взимаемая плата будет уходить в дорожные фонды. Соответственно, позволит более тщательно контролировать состояние эксплуатационное данных дорог, так и вовремя ремонтировать и поддерживать в допустимом состоянии. Система спутникового слежения «Платон», призванная обеспечить техническую сторону нового закона, пока еще на стадии обкатки. По традиции, первым новым устройством получит Московская область. Когда они появятся в Анапе, сложно сказать, а между тем распоряжение вступает в силу послезавтра. С одной стороны, нововведение может привести к удорожанию товаров, ну а с другой поможет сохранить наши дороги и повысить привлекательность региона в туристической отрасли. Продолжение следует...